Это вот еще одно доказательство, что даже правящие партии понимают, что у коммунистов нет никакой цели. Они прекрасно понимают, что коммунисты не готовы идти на реальную борьбу, что коммунисты не ставят перед собой определенные задачи достичь определенного результата. Это просто вот такая каждодневная, каждодневный пиар, каждодневные акции для того, чтобы где-то еще появляться на телеэкранке и все. Вы правильно говорите и отметили, что два года назад, три года назад они старались где-то там утром, вечером принимать определенные решения. Они боялись, они боялись, что там выйдут люди, они боялись, что партии коммунистов объединиться с другими партиями. То есть не то, чтобы объединиться, а объединят усилия для определенных совместных акций и так далее. А когда, более того, вспомните, когда была совместная декларация наших партий. То есть вот после конкретных деклараций и конкретных шагов, конечно, правящие партии начали бояться. Но когда они сами, первое, почувствовали, что коммунисты не выполняют свои определенные договорные отношения с партнерами. Второй момент, когда коммунисты начали напрямую договариваться с демократической партией, когда они убрали Филата с должности премьер-министра, да, потом договорились с Филатом и сняли лупу. То есть когда коммунисты начали участвовать в определенном конфликте между либерал-демократом и демократами, и они тогда поняли, что коммунисты уже не те, которые были. Поэтому они сейчас позволяют себе анекдоты о них рассказывать, реплики какие-то, да. То есть уже, то есть их даже не, как вам сказать, их даже не рассматривают, как, не берут всерьез то, что эти говорят и так далее. Более того, то, что происходит в парламенте, и очень странно, что коммунисты только сегодня впервые депутат Григорий Петренко обозначил эту проблему. Но и то, как-то мягко он обозначил эту проблему, потому что, наверное, нужно было более радикальных мер принимать. Что я имею в виду? Голосование по конкретным вопросам. Значит, никто в зале не считает голоса. Председатель заседания, Курман, всегда использует слова. Большинство или нету большинства не считает голоса. Второе, даже если человек, который отвечает за, как бы, количество голосов, то есть, как бы, он должен это объявить, да, он тоже не считает, он просто знает количество депутатов, которые зарегистрировались и которые должны быть в зале. Но это две разные вещи. То есть, если мы говорим, что депутат – это избранник народа, что он должен работать в интересах народа и так далее, и так далее, он должен принимать решения. То есть, в момент принятия решения эти депутаты должны находиться в зале. Есть случаи, я лично видел такие случаи. Даже сегодня, в несколько моментов, когда партия коммунистов в зале, а у них 30 с чем-то мандатов, да, плюс другие независимые депутаты, и того где-то 40 человек, и депутаты в коалиции, то иногда количество депутатов в зале от оппозиции намного больше, чем количество депутатов в зале от правящей партии. И решение в любом случае принимается. То есть, я не видел никакое обращение в Конституционный суд по поводу аннулирования каких-то законов, потому что они были приняты с нарушением без присутствия в зале депутатов. То, что депутаты ходят там, постоянно пьют кофе, чай и так далее, это их не проблема. Но если председатель заседания, значит, он обязан вести это, то что? Обязан. То есть, использование термина в большинство или нету большинства ни в коем случае не допустимо. То есть, ну, вот, и это еще одно доказательство, я говорю, что уже, к сожалению, с оппозицией не считаются. Поэтому я не себе позволяю делать все, что они хотят. Принимать решения, какие они хотят, принимать законы для того, чтобы заканивать их воровство, их схемы коррупции и так далее, и так далее. Но оппозиция должна уже принимать другие меры. Она должна действовать по-другому. То есть, и для партии коммунистов это должно уже быть, я думаю, определенный лимит. Или они принимают решение, как сплотить молдавское общество для защиты интереса и защиты государства, или они открыто уже превращаются также в рабах или слугах правящих партий. Потому что уже от такого цирка и от таких шоу люди уже устали. Спасибо. Спасибо.